Так, у нас греческий йогурт, мюсли и замороженная черника на завтрак. Итак, друзья, доброе утро. Я проснулась, сейчас буду монтировать видео, но сегодня... Ай-яй, открывается видео для моего монтажа. На IMVX смотрите, какая интересная программа. Сегодня день контекстной рекламы и таргетированной рекламы. И для меня это, конечно, невероятно интересно, и все доклады очень-очень интересны. Я все хочу посмотреть, но у меня сегодня также очень плотный график. Мне нужно сейчас поработать, нужно по учебе кое-что сделать, потом мне нужно отъехать кое-куда. Я вас, конечно, возьму с собой. И, в общем, я не знаю, как мне все это совместить. Ай-яй-яй, мои видео открываются. Итак, друзья, привет! Я подкрасилась, посмотрела одно выступление на IMVVIC, а потом у них трансляция почему-то зависла. И, в общем, в любом случае, сейчас я выхожу из дома. У меня есть отличный план. Я еду на тайский массаж. Мы с мужем несколько недель назад были в салоне на спа. Там был и массаж, и сауна. И мне понравилась идея массажа. Я решила, что я хочу и сама туда сходить. Поэтому я сегодня иду в новый для себя салон. Я вам покажу, как он выглядит, что в нем внутри находится, как там все устроено. И если он мне понравится, я думаю, что мы бы туда вернулись потом с мужем уже вдвоем. Опять же, на такое парное спа, потому что вдвоем ходить на спа очень приятно. И на массаж в том числе. Так что я иду туда, покажу вам, как там все будет выглядеть. Так что, да, тайский массаж, он на станции метро Киевска. В общем, сейчас я вам все покажу. Так, еще забыла сказать, у меня на губах сейчас блеск Artvisage оттенок 18. Такой полупрозрачный с золотисто-рыженьким шиммером. Очень приятно, естественно, смотрится. У меня сегодня в целом такой более минимальный по моим меркам макияж, потому что более расслабленный день. Так, а вот там спа, салон, куда мы с вами сейчас идем. Итак, мы начинаем. Вот моя комнатка. Тут будет проходить массаж. Очень приятная музыка, приглушенный свет. Сейчас мы его погасим еще больше. Итак, друзья, мы закончили. Очень хорошо. Такое наслаждение и такое облегчение для всего тела. То есть все мышцы так хорошо промяты. Мастер просто потрясающая. Она тайка, и она так сильно все промяла. То есть все мышцы, мне кажется, просто все тело у меня промассировано, размято. Ой, так хорошо. Просто я не могу найти слова. Особенно, конечно, приятно спинку, что проминают. Прямо так хорошо. Еще здорово, что она очень сильно промяла мышцы на ногах. Я же занимаюсь спортом активно. Я много лет занимаюсь бегом. И у меня мышцы там, ну, прям забитые. И я сама их никогда не могу так растянуть, как она вот мне их сейчас помяла. Так здорово. Мне кажется, что они у меня уже с ними были так хорошо размяты. В общем, очень-очень приятно сейчас само тело. Все, не могу найти слова. Еще забыла сказать, сеанс продолжался почти полтора часа. Вот так что очень добротно все было сделано. Вот. Все отлично размято. Тут так красиво. Я не хочу уходить с этого кабинета. Итак, я вышла из салона. Я так себя хорошо чувствую. Прямо так отдохнувшись. Здорово. Ой, я прям перезарядилась, я чувствую. Сам салон, там, спа, он находится буквально в пяти минутах от, так сказать, европейский. И я разрываюсь между тем, что я хочу поехать домой и привечь, и тем, что я слишком близко от европейского. Я думаю, что мы быстрее, когда сбежим, буквально зайдем в Локситан, потому что вот та самая помада, про которую я вам рассказывала, я должна была ее купить. Потом я посмотрела, что там доставка бесплатная от суммы, там, типа, две тысячи. Я такая, ага, так, нужно, что мы будем еще добавить в корзину. Сейчас нужно посмотреть, посмотреть. В общем, момент ушел, и эта акция закончилась. Более того, этой помады теперь нет на сайте. Вот той самой Суит Розе. Поэтому, видимо, ее снимают с производства. Так что я думаю, что мне стоит зайти в ближайший Локситан и посмотреть, возможно, там она еще есть в наличии, в общем. Друзья, она без скидки, но на последнее. Она ждала меня. Так что, конечно, я ей беру. Помада у меня. Можно ли мы, кстати, также оценить, что у меня пакет Локситан подходит по цвету моего пальто-зара? Так, я заехала по-быстрому домой, ну, буквально пару часов, подправить макияж, потому что у меня, видите, тушь размазалась. Я это не заметила, когда была в салоне, и потом от часа приехала, думаю, ух, класс. Тон немножко стерся, потому что во время массажа он проминает голову, и в том числе несколько точек на лице, поэтому тон также немножко у меня стерся. У меня в целом сегодня полупрозрачный бибикрем, поэтому не то, чтобы какой-то особенно плотный крем, но тем не менее. Вот, также хочу переодеться. А дальше у меня ждет еще одно мероприятие, ведь у меня сегодня очень насыщенный день в этом плане прям. Вот, и еще хотела с вами поговорить немножко про массаж. Это в целом, как вы, наверное, понимаете, очень полезно. Я некоторое время назад поняла, насколько важно уделять внимание своему здоровью, своему телу, как бы заботиться о нем. И в том числе массажи или вот там тренировки, на которые я хожу, они в этом плане очень важны. То есть тело, особенно в каком-то возрасте, нуждается в какой-то экстра помощи, потому что чем меньше внимания вы ему уделяете, тем больше внимания оно будет требовать от вас потом. Поэтому очень важно находить время на себя, то есть и с точки зрения физической, чтобы вот размять мышцы, там, спину промять, потому что большинство из нас, наверное, ведет сидячий образ жизни, и спина от этого, конечно, очень сильно страдает. То есть у меня там поясница, в которой я начала поваливать, там, плечи постоянно напряжены. И поэтому сходить на массаж очень важно, потому что он... Я не могу себя всерьез воспринимать, сейчас мы уже занятушью. Потому что это позволяет вам хоть как-то восстановить спину и помочь ей снова прийти в нормальную форму, в нормальное состояние. И также, конечно, это перенастраивает вас морально, потому что это помогает отвлечься, расслабиться, успокоиться. То есть прямо довольно сильно переключает. Поэтому я поняла, что очень важно уделять внимание себе, своему телу, своему здоровью, и находить время и ресурсы на то, чтобы подобным образом о себе заботиться. Так, я нашлась. Гастропа-бычок. Как ни странно, мы идем сюда. Итак, здесь проходит много объятия. Оно называется «Картины с кофе». То есть тут будут учить рисовать картины с нуля. Как бы есть инструкторы, они нам сейчас все покажут. Так, вот мой процесс на данный момент. Основная идея, что нарисовать сначала контур, а потом уже рисовать какие-то детали. У меня получается очень относительно, но пока очень интересно. Видите оттенки. Так, мы начинаем смешивать краски. И наносить на нашу... Взгляд кошки, грация картошки. Моя картина. Это наша фарка. И чуть-чуть смазывает. И у нас получается вот такая вот пыль. Можете даже, у вас сейчас кисточка яркая, можете куда-то сюда. Дальше я тушу пару штришочков. Прям пятно пока. Дышите, мне еще зелено. Зелено. Они было прям мало-мало жесткие. И вы можете в эти движениях сделать вот такие вот мосты. Видите, они прямо вот как здесь. Они есть и крепкие. Я тоже с краев не вижу мостов. Поэтому... Так, вот наша законченная картина. Смотрите. Я довольна тем, что получилось. Это было прям так залипательно все это рисовать, эти листочки. Привет, друзья. Итак, я дома. Я немножко упала под дождь. Но меня встретил муж на машине. Поэтому я промокла не так сильно, как могла бы. Итак, я приехала. Сейчас уже начало 12-го. Я очень голодная. Поэтому мой план на сейчас найти хотя бы немножко еды. Перекусить. И лечь спать. Так что спасибо вам большое, что провели этот день со мной. И увидимся завтра. Пока-пока. Пока-пока.